Ступень, к которой нам следует стремиться, принятие всего, что происходит с нами, с осознанием, что это самое лучшее для нас, даже если это не очень приятное событие. Принятие с благодарностью, потому что все к лучшему. И одновременно уповать на Всевышнего полным сердцем, что Он даст нам то, что мы хотим. И, естественно, это не противоречит Аллахе, еврейскому закону. И уповать на Всевышнего потому, что воля Творца, чтобы мы на Него уповали. Наша задача – постоянно развивать в себе эти два вида петахонов. И для того, чтобы правильно это делать, нужно знать несколько важных вещей. Во-первых, как мы уже прошли в прошлом уроке, нужно любить Творца, любить добро и соблюдать заповеди. И постоянно в этом совершенствоваться. Для этого необходимо, и это второе в нашем списке, каждый день учить Тору. В том числе то, что касается бетахонов. Знания, полученные из Торы, постепенно, капелька за капелькой, просачиваются в наше сердце и изменяют наше мировоззрение и мироощущение. Что изучать на тему бетахона? Рекомендую вам книгу великого еврейского мудреца XI века Рабейн-Бахи под названием «Ховот-Алевавот» – «Опязанности сердец». Глава «Шара бетахон» – «Врата упования на Творца». Эта книга переведена на русский язык, и можно приобрести ее в интернете, на различных сайтах, например, на сайте Толдот.ру. Там же есть бесплатные аудио и видео уроки по этой книге. «Ховот-Алевавот» – это основная книга для понимания и приобретения бетахона. И я очень рекомендую вам изучать ее каждый день, хотя бы небольшое время, хотя бы 5 минут, ведь бетахон приобретается постоянно. Третье, что нам нужно понимать, что бетахон, как и любое качество, подобен мышце. Чем вы больше его тренируете, тем лучше и сильнее он работает. Поэтому надо постоянно искать моменты, где вы можете положиться на Всевышнего и полагаться на него в полную силу. Это не означает, что нужно заходить в опасные места или просить чудо – все естественным путем. Но если раньше вы боялись задать боссу на заседании вопрос, и сейчас вы в ситуации, что можете задать вопрос, но боитесь, и это ничем вам на самом деле не грозит, напрягите мышцу бетахона. Скажите в сердце «Господи, я полагаюсь на Тебя». И задайте вопрос начальнику. И помните, каждое минимальное действие, когда вы напрягаете мышцу бетахона, с Божьей помощью увеличивает ваш бетахон. Четвертое. Написано в трактате Шаббат, что один из вопросов, которые нам зададут на Небесном Суде – ожидал ли ты спасения? И по одному из объяснений, это относится к ожидании помощи от правоца в любых наших сложностях и проблемах. Например, Хафетсхайм даже перед тем, как пришить пуговицу к пиджаку, обращался к Всевышнему за помощью. В чем секрет успеха праведного Иосефа? Когда он попал в Египет, его условия работы ничем не отличались от условий работы еще тысяч рабов. Почему же хозяин всех этих рабов, Патифар, обратил внимание именно на Иосефа? Из-за его необыкновенных, из ряда вон выходящих успехов. Патифар наблюдал за Иосефом и заметил, что он постоянно что-то шепчет про себя. Тогда он решил, что Иосеф – великий колдун. Для справки, Египет был тогда столицей колдовства, а египтяне очень ценили колдунов. Патифар подошел к Иосефу и вежливо спросил, скажи, пожалуйста, какое заклинание ты говоришь, что у тебя все так великолепно получается? «Заклинание?» – ответил Иосеф. «Я вообще не пользуюсь заклинаниями. Я просто обращаюсь к Всевышнему с личной молитвой за помощью и прошу его о достижении успеха в том, что я сейчас делаю. Поэтому, дорогие друзья, давайте последуем примеру Иосефа и научимся сейчас, как правильно общаться с Творцом, как обращаться к нему с личной молитвой. Учат наши мудрецы, что молитва должна в идеале состоять из прославления Творца, Бог великий, могущественный и грозный, просьбы и благодарности. Лучше всего, чтобы большую часть личной молитвы, до 90%, занимала благодарность, а затем уже просить. Например, вы хотите посвятить 10 минут личной молитве. Тогда первую минуту лучше прославлять Творца, 8 минут благодарить и последнюю из этих 10 минут посвятить просьбе. За что благодарить? За все хорошее, что у вас есть в жизни? Начните с того, что вы больше всего цените. Жизнь, здоровье, близкие люди, работа, дом. Поблагодарите и за те вещи, к которым вы привыкли. Холодильник, умение читать и писать, доступ к интернету. Вдумайтесь в эти факты. 3 миллиарда человек в мире не имеют доступа к интернету. 750 миллионов людей в мире не умеют читать и писать. И только у 22% населения земного шара есть компьютер. И ты входишь в этот процент. Это не повод благодарить Творца. Это не повод. Итак, дорогие друзья, затем мы переходим к личной просьбе. Попросите своими словами и в конце скажите, Господи, я полагаюсь на Тебя, что Ты мне это дашь. Но если это нехорошо для меня, пожалуйста, не давай мне это. Спасибо тебе большое, Творец. Ну, а если вы хотите просто обратиться к Творцу с личной просьбой и очень ограниченной по времени, то попросите у Творца максимально конкретно то, что вам нужно. Например, Господи, сделай, пожалуйста, чтобы предстоящая встреча с Василием Ивановичем принесла мне прямо сегодня подписанный договор на 500 тысяч долларов. И чтобы эта встреча прошла с радостью и удовольствием. Но если для меня лучше по-другому, то сделай, пожалуйста, так, как лучше. Спасибо тебе, Творец. Итак, давайте вспомним, что мы узнали сегодня. Вначале я рассказал о том, к чему нам нужно стремиться в отношении двух существующих видов бетахона. Затем я перечислил несколько главных вещей, которые усиливают наш бетахон. Я рассказал, что работа над бетахоном подобна работе по накачиванию мышцы. Рассказал, что в Небесном Суде нас спросят, ожидал или ожидала ли ты помощи от Всевышнего. Я рассказал, что Йосеф и Хаффетсхайм удостоились своих достижений благодаря правильной молитве, которая, кстати, является неотъемлемой частью бетахона. Рассказал, что молитва должна состоять из прославления Творца, благодарности и просьбы. И желательно, чтобы большую часть времени занимала благодарность. И сказал, что важно добавить в конце просьбы, если это для меня нехорошо, то, пожалуйста, не давай мне этого Творец. Дополнительные подробности о развитии бетахона вы узнаете с Божьей помощью в следующем видео. Продолжение следует...